Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня я расскажу вам о своем прошлогоднем прочитанном. Все-таки пора уже рассчитаться с долгами. В этом ролике будет три книги, которые я прочитала в конце прошлого года, и одна книга, которая была прочитана за февраль, без учета Ведьмака, потому что о цикле Анджея Сапковского, скорее всего, будет отдельное видео, поэтому давайте начнем. Сегодня я постараюсь не особо растягивать свое повествование, потому что, скорее всего, некоторые из этих книг вы уже видели в прошлом году, уже что-то слышали о них от меня, они включались в подборки зимних книг, в топ лучших книг за 2019 год, поэтому постараюсь совсем коротенечко рассказать вам о своих впечатлениях, дать рекомендации, кому эти книги могут понравиться, и не особо затягивать и разливаться мыслью по древу. Так что начнем мы с книги Джона Ирвинга «Последняя ночь у извилистой реки». Как вы уже знаете, Джон Ирвинг мне очень понравился, я планирую дальше продолжать знакомство с его произведениями, и вот «Роман «Последняя ночь у извилисты реки» — это мое первое знакомство с этим автором. По-моему, я прочитала эту книгу в конце ноября, и это было прекрасно. Мне кажется, осень — это отличное время для чтения таких произведений. Никого не удивлю, если скажу, что это роман с большим количеством персонажей, потому что, скорее всего, многие из вас знакомы с Джоном Ирвингом, знакомы хорошо, и прекрасно знают, как он пишет, его манеру повествования, как он выстраивает свои романы. Здесь в центре сюжета находятся отец и сын, а также поблизости есть их друг, друг семьи, Кетчум. И мне кажется, этот персонаж занимает даже одну из центральных позиций в этом романе, и в конце книги мне показалось, что, возможно, он и является тем самым главным героем в произведении. Книга меня затянула в себя буквально с первых страниц, потому что первая глава здесь начинается с описания того, как юный канадец, которому было не больше 15, замешкался и упустил момент. Его ноги словно приросли к бревнам, что плыли по излучине реки, и в следующее мгновение парень уже скрылся под водой. То есть здесь в самом начале рассказывается про работу лесорубов, про их быт, как они живут в небольшом поселке. Главный герой работает поваром в столовой, который находится в поселке, он подает завтраки, ужины лесорубам, и это настолько все подробно, детально описано. Это вот то, что я очень люблю в подобных романах, в книгах, как Джона Ирвинга, Кена Кизя. Они вдаются в мельчайшие подробности, и у тебя складывается ощущение полного погружения, потому что ты знаешь вот все до мельчайших деталей. И мне кажется, что мало кому из авторов хорошо удается описывать так подробно локации, профессиональную деятельность, быт, чтобы это было не скучно. Потому что я некоторые реценции читала на эту книгу, и во многих из них говорилось о том, что это настолько детализированный роман, что ну как бы зачем. А мне наоборот, это больше всего нравится, и я больше всего это ценю в литературе, когда создается эффект полного погружения, и ты как будто бы становишься частью этой истории. Если меня не остановить, то я могу петь дифирамбы в природе Северной Америки и американскому быту очень и очень долго, поэтому выдыхаю, беру себя в руки и перехожу к сюжету этого романа. Как я уже сказала, все начинается в небольшом поселке лесорубов, где главный герой Доминик работает поваром в столовой и живет со своим сыном, небольшим мальчишкой Дэниелом. Доминик, как и любой порядочный отец, хочет обеспечить своему сыну лучшую жизнь, копит деньги и мечтает, что однажды они с сыном смогут все-таки выбраться из этой глуши, переехать из маленького поселка в большой город, открыть там какой-то, возможно, свой ресторан и зажить припеваючи. Но в самом начале это всего лишь мечты героя, и ты не особо веришь, что что-то может получиться, потому что здесь все настолько обыденно, что, кажется, время застыло на месте и ничего не двигается. Все живут, ну вот, как получается, и нет каких-то перспектив, нет амбиций, нет, ну, ничего. Но обстоятельства складываются так, что наши герои, отец и сын, вынуждены вскоре бежать из этого поселка. Не буду спойлерить, это очень интересная ситуация, мне кажется, вполне в стиле Джона Ирвинга. Это вроде как и комично, но в то же время трагично. И ты такой читаешь и думаешь, блин, как такое вообще возможно? В общем, после того, как наши главные герои сбежали с поселка, они и правда стали воплощать в жизнь мечты отца, стали жить в больших городах. Доминику удалось открыть свой ресторан, Дэниел стал писателем, начал писать книги, и, в общем-то, все было хорошо, но проблема в том, что по пятам этих персонажей идет человек, которому они насолили, можно так сказать, в поселке, и они как бы находятся в бегах. То есть они постоянно живут в некоем напряжении, потому что боятся, что их настигнут, и произойдут не очень хорошие события. И вроде как у героев все хорошо, они отлично устроились, у обоих налаживается личная жизнь, они живут без каких-либо проблем. Но вот это вот напряжение, оно присутствует постоянно, и ты его ощущаешь. И когда герои забываются, когда они думают, что все уже хорошо, все отлично, все прекрасно, по щелчку пальцев появляется опять это напряжение, и ты такой думаешь, блин, ребята, не расслабляйтесь, пожалуйста. В общем, если резюмировать, то могу сказать, что это книга об отношении отцов и детей, о чистой и искренней дружбе, которая проносится через несколько десятилетий. Почему-то я ничего не сказала про Кетчума, хотя этот персонаж один из самых главных, на мой взгляд, в книге. Это друг семьи Богачалупа, друг Дэниела и Доминика, который поддерживает их во всем, приободряет в нужный момент, дает какие-то важные советы, когда герои забываются. Кетчум не забывается ни на минуту, потому что он знает, с кем они имеют дело, точнее, кто идет по их следам, прекрасно знает этого человека и понимает, что с ним шутки плохи, и что, если потерять бдительность, могут случиться абсолютно непоправимые события. В Кетчуме очень много мужественности, уверенности в себе, сарказма, который я так ценю в персонажах, и этот герой мне немножко напомнил Хэнка Стэмпера из романа «Порой и Блажь великая». Не скажу, что это какие-то одинаковые персонажи, просто вот есть у них что-то общее, и, конечно же, это не могло меня не привлечь. Несмотря на довольно большой объем произведения, в нем примерно 660 плюс-минус страниц, оно читается просто как песня. У Джона Ирвинга настолько живой, яркий язык, здесь так много интересных деталей, то, о чем я сказала вам в самом начале, и это не может не привлекать, потому что это настолько тебя затягивает, и ты не хочешь уходить из этой истории. Я не могла оценить эту книгу ниже той оценки, что я ей поставила. Поставила я, по-моему, либо 4,5, либо 5. По-моему, 4,5 все-таки. Так что, если вы доверяете моему вкусу, если у нас одинаковые предпочтения в литературе, то обязательно возьмите эту книгу на заметку, хотя я больше чем уверена, что вы это уже сделали. Следующая книга, которую я также прочитала в конце ноября 2019 года, это роман «Счастье» от турецкого писателя Зульфю Ливанелли. К сожалению, я не знаю, как правильно читаются его имя и фамилия. Это был своеобразный эксперимент для меня, потому что авторы и литература Ближнего Востока — это совсем не моя тема, и если бы не подарок, прошлогодний, новогодний подарок от Кати с Сережей, эту книгу я бы никогда не взяла в руки, скорее всего, потому что, ну как бы, не мое. Но спасибо ребятам за то, что они расширили мои читательские горизонты. Сразу скажу, что роман мне понравился, я поставила ему крепкую четверку, но читать мне его было невероятно тяжело, и вот почему. Я очень остро реагирую, когда люди ставят себя в какие-то рамки, не позволяют себе жить полноценной жизнью, находятся, знаете, как будто в заключении каких-то предрассудков, семейных предустановок, религиозных каких-то традиций. Я искренне не понимаю, почему люди не могут себе позволить жить так, как можно, без каких-то ограничений. Здесь события разворачиваются в Турции, и я вот честно была шокирована тем, насколько противоречивой показана здесь эта страна. Если бы не эта книга, не этот писатель, я бы об этом, скорее всего, даже и не узнала. Здесь события происходят в Анатолии, это какая-то из частей Турции, в которой у меня такое чувство, будто каменный век, потому что они настолько заложники религиозных каких-то абсолютно абсурдных установок. Просто как по-другому сказать, если вот на страницах книги разворачивается такая ситуация, что молодая девушка, которая еще несовершеннолетняя, по-моему, была изнасилована своим дядей, и за то, что она была изнасилована своим дядей, она должна была быть убита. Что? Как такое вообще возможно? То есть вот этот вот первый сюжетный ход, он уже выбивает полностью у тебя почву из-под ног, потому что ты сидишь широко открытыми глазами и не веришь в то, что происходящее может быть в реальной жизни. И если продвигаться дальше по сюжету, то вот эту вот несчастную изнасилованную девушку, по-моему, ее зовут Мерьем, должен был двоюродный брат отвезти в Стамбул и убить по приказу дяди. Таким образом, в романе сплелись три персонажа и три жизни. Первая — это девушка Мерьем, вторая — это ее... Я не уверена, что это ее двоюродный брат, но, в общем, его, по-моему, зовут Джемаль. Это молодой человек, который только-только вернулся с войны, и он находится в таком сложном положении, потому что он не особо понимает, как ему жить дальше, что ему делать. Ну, как бы, человек, который вернулся с войны, все здесь понятно. И третий персонаж — это профессор, профессор университета, который встречается этим ребятам на их пути. В его жизни тоже не все нормально, я уже, честно говоря, забыла, что там произошло, но, в общем, он покинул свою жену, оставил пост профессора в университете и отправился на своей яхте в море, в открытое. Книга очень событийная, поэтому дальше о сюжете я уже не буду рассказывать, чтобы не испортить впечатление тем, кто ее еще не читал, но скажу лишь то, что через трех таких разных персонажей автору удалось передать, на мой взгляд, все противоречие Турции и как-то обнажить вот эту вот проблему, которая есть в стране, которая, по-моему, до сих пор сохраняется. Это вообще что-то для меня немыслимое. Также я бы хотела отметить очень красивый язык автора, потому что Зульфью Ливенелли пишет очень образно, это невероятно красиво, и в самом начале, мне кажется, я уже в каком-то из роликов говорила, первые буквально 10 страниц я читала их, ну, прям со скрипом, потому что это настолько образно, там куча каких-то отсылок, и ты читаешь, и ты понимаешь, что у тебя мозг работает просто на пределе каких-то возможностей, по крайней мере, у меня, я не привыкла к такому языку, к такой образности, к такому повествованию, и для меня это было сложно. Но потом я вчиталась и поняла, что это очень красиво, очень изысканно, и мне нравится такое читать, поэтому если вам нравится красивый язык в книгах, то обязательно обратите внимание на этот роман. Также могу сказать, что всем, кому интересна тема феминизма, кто радует за все это, тому тоже я бы настоятельно рекомендовала прочитать эту книгу, потому что она настолько остро врезается в твое сознание, и просто как будто бы делает такой небольшой переворот, потому что тебе открывается то, чего ты абсолютно не знал, и даже не догадывался о том, что такое может существовать в нашем мире в 21 веке. Не уверена, что буду продолжать знакомство с турецкой литературой и произведениями авторов Ближнего Востока, потому что, ну, что-то совсем не мое. Как эксперимент было хорошо, мне понравилось, но на этом, скорее всего, я закончу этот путь. Так, дальше у меня здесь роман, о котором, мне кажется, я уже тоже очень много чего сказала, все уши прожужжала в конце прошлого года о нем на канале, появлялся не в одном видео, это точно, это «Аэропорт Артура Хейли». Одна из лучших книг, прочитанная мной в 2019 году, настолько он вовремя мне пришелся, настолько он меня увлек в себя, оградил от всех проблем, от предновогодней вот этой суеты, которая постоянно творится в конце года. Произведения Артура Хейли называют производственными романами, потому что автор до мелочей раскрывает выбранную профессиональную деятельность. И это, несомненно, фишка этого писателя, его преимущество над всеми остальными, потому что это невероятно интересно, увлекательно, и тебе хочется рассказывать о том, что ты узнал окружающим, делиться полученными знаниями, говорить, что вот это ты знал, например, о том-то, о том-то, а вот я тебе гарантирую, что это так-то и так-то. В общем, это настоящий какой-то кладезь для меня полезной информации. Как понятно из названия, в этом романе Артур Хейли раскрывает нам работу аэропорта и деятельность сотрудников, которые в нем работают. Здесь невероятно большое количество персонажей, но это абсолютно не должно вас пугать, потому что они выписаны, на мой взгляд, идеально. Я ни разу не путалась, кто есть кто, потому что буквально несколькими мазками, несколькими какими-то типичными приметами эти персонажи запоминаются. То есть ты понимаешь, что если речь идет о страховке, то это тот-то, тот-то. В общем, вы точно не запутаетесь, в именах и фамилиях, потому что они вам по большому счету не нужны, вам достаточно знать о деятельности персонажа, чтобы понимать, кто с кем имеет дело. А давайте я сейчас попробую устроить себе небольшой челлендж. Я читала эту книгу в декабре, то есть прошло уже два месяца. К съемке этого видео я не готовилась, то есть я не смотрела, о чем эти книги, что там происходило, кто главный герой. Просто вот сейчас по памяти вспоминаю. И давайте я попробую перечислить основные сюжетные линии, которые есть в этой книге, чтобы вот просто на вскидку попробовать вспомнить, сколько всего здесь замешано. Для начала это руководитель аэропорта, который решает абсолютно все проблемы, которые у них есть. Это группа, которая чистит взлетно... Нет, не чистит. Это группа, которая вытаскивает застрявший Боинг, увязший в какой-то грязи, который заполнил собой всю взлетно-посадочную полосу. А так как события происходят в январе, аэропорт накрыл снежный буран, то одна взлетно-посадочная полоса, заблокированная, это очень большие неприятности для аэропорта. То есть он работает на пике своих возможностей, в абсолютно невероятной нагрузке. Продавец страховок, которая заметила подозрительного персонажа, который хочет купить страховку, чтобы эти деньги ушли его семье после того, как он взорвет бомбу на борту самолета. Это диспетчер, брат главного управляющего аэропортом, который занимается разведением самолетов в небе, и у него есть большая проблема с его профессиональной деятельностью, потому что несколько лет назад произошел инцидент, который мешает ему теперь нормально работать. Это я уже пять вспомнила, а это далеко не все. Здесь есть жена управляющего аэропортом, которая просто какая-то курица. Бесила меня, когда встречалась на страницах этой книги. Вы знаете, я терпеть не могу куриц. Группа митингующих, которые живут неподалеку от аэропорта и жалуются на шум, потому что одна взлетно-посадочная полоса заблокирована, поэтому все нагрузки приходятся на ту сторону, где расположен этот участок с домами. Дальше у нас есть не помощница управляющего, а, можно так сказать, менеджером по связям с общественностью, которая решает проблемы с клиентами. Дальше у нас есть пилот самолета, даже два пилота. Один это очень надменный, который ставит себя выше всех остальных, и такой он вызывает небольшое отвращение при прочтении. А второй это вот наоборот такой самый настоящий профессионал своего дела, уже гораздо старше первого, который будет сейчас проводить ему не то что экзамен, а проверку уже в небе. Это 10 я назвала. Давайте попробуем еще что-нибудь вспомнить. Я точно помню, что там были журналисты мои ненавистные, которые прибежали освещать проблему. Был адвокат, который занимается вопросами населения, которое жалуется на шум. Адвокат больше похож на афериста, который просто хочет срубить с этих несчастных людей бабла. Потом есть у нас стюардесса, конечно же, которая встречается с надменным пилотом, у которой тоже там свои проблемы, потому что она забеременела от него, а он не хочет иметь детей, и от нее и настраивает ее на аборт. Дальше надо хотя бы 15 вспомнить, и то 15 это очень мало. Есть жена человека, который хочет взорвать себя вместе с бомбой на борту самолета и получить страховку. Она очень мало фигурирует в книге, но она там есть, и она тоже является двигателем сюжета. То есть здесь все персонажи двигают сюжет, здесь нет лишних людей. Все так или иначе влияют на ситуацию, которая происходит. Есть человек, давайте 15 это будет человек, который считается, господи, он то ли инженер, то ли механик, которого пригласили, чтобы вызволить самолет из грязи, тот самый огромный боинг, который застрял, который не могут сдвинуть с места. В общем, я вам назвала всего 15 персонажей, 15 каких-то сюжетных линий, и вот вы представьте, что это далеко не все, и что все это связано в один прочный клубок. Все эти линии взаимосвязаны, все они влияют на сюжет, все они его двигают, и ты в этом абсолютно не теряешься. Казалось бы, столько всего должно уместиться в твоей голове, потому что книга на самом деле довольно большая. Здесь у меня 600 страниц, но вот вы только посмотрите на этот шрифт. То есть здесь как бы текста очень и очень много. Пусть вас не смущает такое небольшое издание. В общем, резюмирую. Вся прелесть этой книги для меня в том, что она невероятно цепляющая. Ты не можешь оторваться от чтения, потому что заканчивается один сюжетный ход, начинается сразу другой, и ты хочешь знать, чем же все это закончится. И это невероятно интересно и увлекательно, поэтому если вы еще не читали эту книгу, настоятельно вам рекомендую с ней ознакомиться, потому что я слабо себе представляю человека, которого это произведение может оставить равнодушным. Возможно, она, конечно, вам не понравится так же, как понравилась мне, но я гарантирую вам, что вы приятно проведете с ней время. И последняя на сегодня книга — это мой новогодний подарок от Альбины. Роман «Зима, когда я вырос» Петер Ван Гестела. Это детская литература, голландская, насколько помню. Да, автор из Нидерландов. И подробно рассказывать я о ней не буду, потому что своими первыми эмоциями и итоговыми впечатлениями я поделилась во влоге читательском, оставлю на него ссылку. Если не видели, переходите, смотрите. Но сейчас я скажу о том, что вот уже почти месяц прошел после того, как я закрыла эту книгу, и могу сказать, что мое мнение о ней немножко поменялось, причем поменялось в лучшую сторону. То есть история в моей голове немножко устаканилась, а теперь это цельная картинка. По-моему, во влоге я немного жаловалась на то, что книга читалась не то чтобы тяжеловата, но не было какого-то такого погружения в историю, не было крючка, который бы меня так зацепил и тянул за собой. История разворачивается в послевоенное время, после Второй мировой войны, и в центре сюжета находится мальчик по имени Томас, который живет с чудаковатым отцом, который вскоре отправляется работать в Германию и оставляет мальчика на попечении, по-моему, тети. В это время мальчиком заводится друзьями, не помню, к сожалению, как зовут того мальчишку и девчонку, с которыми он подружился, но это была очень такая теплая дружба, и мне понравилось, как автор ее описывает, потому что там не только какие-то, знаете, детские ребяческие развлечения, но здесь сделан акцент на том, что это история послевоенная, о последствиях прошедшей войны, о том, что многие дети остались без родителей, остались сиротами, о том, что они не знают, что случилось с их родителями, куда они пропали, то есть их как бы просто вычеркнуло из их жизни, и никто им не рассказывает о том, что они были евреями, что они умерли в концлагерях. Как будто бы детей ограждали от этой информации, и ребята сами искали ее, по частичкам собирали, по слухам каким-то от своих знакомых, по письмам, которые они внезапно обнаруживали, по фотографиям. В общем, это невероятно интересно и трогательно, и здесь нет такого, что это какая-то грустная история, знаете, которая давит на тебя. Она трагичная, она мрачноватая, но такого нет. Роман «Зима, когда я вырос» абсолютно не похож на произведения других детских писателей, типа Астрид Лингрен, Тува Янсен. Это совсем другая литература, на мой взгляд, но которая тоже, естественно, имеет право на жизнь, и странно, почему не говорят об этой книге, потому что, ну, она замечательная. Особо хотелось бы отметить невероятное издание от «Самоката». Я показывала вам безумно красивые иллюстрации, которые здесь есть. Мне очень понравились. Они черно-белые и выдержаны все в одном стиле. Это очень красиво и отлично дополняет повествование. Мне прям очень понравилось. Вот, да. И они такие, знаете, немножко мрачные и отлично дополняют картину и создают тебе подходящее настроение и передают атмосферу произведения. Фух, я аж немножко выдохнула. Очень надеюсь, что там записалось все, что я сейчас наговорила, потому что если бы я отложила съемку этого ролика еще дальше, то моя память меня подводит, и я бы, возможно, не вспомнила, что я читала в прошлом году. Надеюсь, что этот ролик вам понравился. Обязательно пишите мне, читали ли вы что-либо из тех книг, о которых я вам сегодня рассказывала, какие у вас впечатления, совпали ли мы во мнениях. А с вами была Даша. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok